виталий приветствую тебя очередная неделя первая наш с тобой за неделю встречи технически фундаментальный анализ в общем друзья все как всегда вы наверняка не первый раз смотрите за нашим совместным контентом и знаете о чем мы говорим в двух словах поскольку неделю только начинается о фундаменту конечно же ключевое событие это заседание пресс итоги дневного заседания пресс будут подведены традиционно посредством события ни в коем случае не нужно недооценивать потому что ранее уже отмечалось рынок сейчас заряжен только лишь одной идеей когда же пресс начнется менять денежную политику будет ли это решение сворачивание экономических символов раньше чем ожидалось то соответственно безусловно при таком раскладе американскую валюту ждут новые космические уровни если говорить про индекс доллара и при таком сценарии поведения долларов конечно же риск будет проседать кстати многие прогнозируют там вот этот мощнейший скорый грядущий такой кризис американского фондового рынка который как раз станет реакцией на экономических стимулов и другой лагерь трейдеров другой сценарий то что пресс будет по-прежнему ходить вокруг да около тем сворачивание программы количественного смягчения и не будет говорить себе не будет давать рынку никакой конкретики и трейдеры спекулянты инвесторы продолжат вариться в котле собственных мыслей о том когда же все-таки условия будут созданы для того чтобы регулятор принял какое-то решение короче текущие заседания фрс это конечно же скорее всего не вопроса и не грядущий разговор о том что а фрс откажется от стимулирующей политики это моё субъективное мнение я помню что джером пау уже неоднократно отмечал что прежде чем будет принято соответствующее решение сначала все начнется сворачивание программы количественного смягчения рынки подготовить чтобы не было паники тринадцатого года повторение ситуации когда тогда а сворачивание отказ экономических стимулов привел как раз к мощным распродажам на американском рынке что значит подготовить рынка это очень хороший вопрос у меня ответа на него нету конкретного но есть просто субъективное что подготовить рынок это значит то что дать сигнал о конкретном изменении политики когда-то там более-менее определенной перспективе вот например мы ждем заседания фрс в эту среду то есть это июльское заседание и если на нем опять же регулятор намекнет на готовность пересмотреть программу количественного смягчения например на сентябрьском или на октябрьском заседании вот это вот как раз будет предварительная подготовка рынка к тому что изменения могут произойти я сейчас считаю что такие изменения мало а вероятны потому что ковидная тема не отпускает трейдеров хорошо что сегодня я обойдусь без вот этого негатива связанного с констатацией прироста количества заболевших сожалению во многих регионах мира хотя я думаю что негативные тенденции в том или ином формате чем-то сохраняется я хочу отметить статистику которую мы разбирали на прошлой неделе вот чего стоит только один отчет по первичным заявкам на пособие безработицы там рос почти на 20 процентов на 50 на 1000 новых обращений это это плохо конечно же это динамика секундочку это отчет который возвращает трейдеров к последним комментариям паула о том что прогресс недостаточно еще на рынке труда поэтому я полагаю что в среду кстати у нас с тобой классный период до следующего эфира мы как раз соберемся с тобой с самого утра то есть за несколько часов до соглашения итогов еще раз обсудим эту тему но заранее могу предположить что все-таки эта неделя завершится для доллара снижением потому что фрс не даст рынку сигнал об ужесточении денежно-кредитной политики давай тогда к демонстрации экрана и подряд пробежимся по идеям которые были начнем мы ну раз сказал про индекс доллара сейчас котировки 92 84 то есть выше локального максимума 93 18 мы пока не прошли для того чтобы это произошло нужно чтобы рынок увидел больше сигналов в риторике фрс о том что смягчение политики уже точнее ужесточение политики уже не загорает но как я только что отметил я придерживаю сценария поэтому сегодня продолжаю транслировать свою идею что индекс доллара это очень классный инструмент на долгосрока и он должен быть в портфеле каждого фундаменталиста который смотрит опять же на перспективу активов вас долгосрочных ожидать была сделка в прошлый раз по евро против доллара чисто спекулятивно чисто не на фундаменте она раньше на позиционирование трейдеров психологии есть большинство и меньшинства и я протокол евро жарить там на сельми до уровня 1.17 сейчас котировки 1.17 вот ну 80 сказать а эта сделка по-прежнему все еще актуально потому что как и ранее я обращаю ваше внимание друзья на индекс рыночных настроений который также как и ранее указывать на то что сейчас большая часть трейдеров ставит на то что евро будет расти большая часть трейдеров это более 60 процентов 80 пунктов а для европейской валюты это ну это немало скажем так чтобы это пройти потому что не самый супер динамичный влатильный инструмент евро против доллара но все-таки я думаю что мы можем дожать до цели 1.17 вот как раз либо до среды либо по факту уже оглашение итогов заседания фрс когда рынок будет ждать точно период там несколько минут повышенной волатильности и я как раз допускаю что цель 1.17 она будет достигнута уже опять же до конца торговой сессии среды но в среду собственно нашим собачивающим эфире я думаю эту тему можно будет актуализировать по фунту по-прежнему я без сделать и без рекомендаций возможно у тебя будет какая-то идея локальный взгляд на то что может произойти но если бы я сейчас строил какие-то локальные сделки по британцу локальные как косрочные то может быть также исходил бы из того что он может еще немножко просесть но поскольку евро и фонд они показывают зачастую схожую динамику чтобы сейчас не попасть просак по объем идеям соответственно ограничить европейской валюты золото была рекомендация байстока с а по лимитом раньше более 1800 стоп лосс был на отметке 1790 но соответственно сделка была закрыта по стоп лоссов на к сожалению мы снова добили золото до вот этого уровня поддержки 1795 вот этот коридор он продолжает держаться уже очень большой промежуток времени фактически но можно сказать весь месяц мы топчемся и ходим в коридоре 1815 1795 и опять отбившись от нижнего уровня поддержки золото ползет к своему локальному сопротивлению 1815 может быть чуть повыше я предлагаю сделку опять же сегодня по золоту до средины может быть в среду если мы не увидим как эта идея отработать не будут достигнуты какие-то предельные уровни то сохраним пока что сделка бои лимита с отметки 1800 соответственно долларов за тройскому сейчас котировки 1807 60 при этом стоп лосс как и раньше то есть закидываем соответственно ниже уровня 1800 намного дни 1790 пожалуй даже будет нижняя граница который не обозначал 1790 здесь и до и тейк-профи 1830 и идеале бы конечно же забраться повыше я считаю что золото оппозиционным будет расти потому что снижается доходность американских облигаций я верю также то что доллар все-таки нужно подпоряжать уже и рынок драгоценных металлов от этого только выше по рынку нефти пока что без сделок по индексу смпи я на своих брифингах всегда последние более чем шесть месяцев рассказываю про перспективы американской фонды смп и nasdaq вот он nasdaq был целевой уровень 15 тысяч пунктов а те кто смотрится на их брифинг и следит за ним знают как как заранее сильно мы начали закупаться насдаком и эту цель собственно сделать по сенпи я еще сохраняю свои ожидания что будет протестировано сопротивление 4500 но это даже не сопротивление это уровень которого не было еще это новоисторический макс сейчас котировки четыре тысячи триста восемьдесят восемь пунктов кому интересно можно сделку попробовать с отметки 4 300 с стоп лоссом на уровне 4 250 и тейп профитом 4 500 но это скорее всего сделка которая я ее прокомментирую в среду но думаю что вот этих уровней мы еще не достигнем короче может стать среднесрочный такой это слово тебе демонстрация крана пошла и так на прошлой неделе среду у меня была только одна рекомендация по золоту но я пройдусь там еще по некоторым инструментам который я там говорил что-то на прошлой неделе на позапрошлой особенно хотел убить одну минуту биткоину да биткоин хорошо подрос напомню на прошлой неделе на позапрошлой неделе практически последний месяц я говорил что биткоину смотрю шор я с ребятами своими подписчиками ходили в шор где-то вроде там 33 500 34 это в этом диапазоне после прорыва вот этого локального тренда и в среду я говорил что если биткоин будет рисовать ложный пробой уровня 31 то стоит выходить шарков вот мы видим вот этот это дневка среды как раз прошлый закрылась выше и мы ушли наверх классический ложный пробой нарисовался я даже не ждал закрытия девки прям моменте когда мы пробивали на вот этот уровень вверх мы вышли с шарков по данным инструменту на текущий момент пока не рынка по биткоину посмотрим реакцию биткоина на уровень 40 41 тысячи посмотрим что будет дальше делать и уже будут принимать какие-то решения это ну пока в двух словах так какие итоги по данному инструменту получились с прошлой недели дальше по золоту была рекомендация селл лимит 1815 там плюс-минус на шорт до данной лимитки в среду мы не добили мы начали там где-то показали 1813 с копейками и ушли сразу вниз это в среду напомню во вторник я сам с ребятами с подписчиками мы видели в шорт на уровне 1815 то есть вторник была данная цена я еще в понедельник говорил об этом уровне но мы вышли пока с шортов так как в принципе плюсы вышли так как появилась реакция снова на данный уровень от которого ты покупаешь я тоже на него делал акцент это 1795 достаточно сильный уровень поддержки когда была реакция это четверг на данный уровень мы отбились и в пятницу видно есть реакция мы вышли с данных шортов по данному инструменту на текущий момент по золоту я пока вне рынка но пока я буду искать точки входа на шорт с текущих возможно падение с текущих но мне нужно закрыть не потому что мы можем улететь наверх сегодня допустим да возможно ближе к среде будет генерация какого-то какой-то проторговки уже на данных новостях уйдет данный инструмент я ожидаю вниз ну посмотрим что там нарисуется а так можно мониторить золото если не с текущих то снова там в районе там 1815 17 с общем стоп лоссом где-то в районе там 1830 да если мы закроемся сегодня ниже данного уровня локального 1807 буду там возможно вторник или уже среда рассматривать шорт поэтому пока я за шорты конкретные рекомендации такие сложные потому что возможно даже и среду будет более понятно еще какой-то локальный вынос будет и так далее но пока я зашел по данному инструменту буду буду присматриваться потому что если взять даже серебро она после вот этого падения которое было по золоту после длительной проторговки мы обновили минимума вот этого импульса по золоту аналогично я ожидаю обновление 1750 как минимум а главное здесь найти хорошую точку ухода почему золото достаточно волатильное я его редко торгую здесь стоп лоссы нужно огромные ставить и можно наловить их очень много как-то вот так или как вариант можно через селл стоп после пробития 1790 работать сегодня рекомендации я бы хотел конкретно видать самом начале эфира подметил по индексу доллара ожидаешь среды ожидаешь снижение данного инструмента я дамы в среду общались я пока по индексу доллара еще видел рост говорил о росте но конкретных рекомендаций не давал но наверное где-то уже в четверг пятница я уже начал присматриваться к шортам по данным инструментом почему первый звоночек это было то что у нас по индексу доллара по евро доллару по фунту там еще по некоторым инструментам которые связаны с долларом есть диверсенция на дневном графике то есть видно что практически вторую половину июля вот этот рост он достаточно слабенький данный индикатор показывает что здесь присутствует диверсенция и возможно снижение какое-то снижение будет локальное или чуть чуть более глубокое время покажет поэтому пока за шорт вот можно с текущих пробовать шортить то есть это у нас текущая цена это 92 76 со стоп лоссом где-то в районе там 93 30 мы с ребятами шертили еще на прошлом деле чуть получше ценам по данным инструментом ну не намного лучше потому что здесь и так небольшая волотильность и ожидаю снижения возможно где-то в район там 92 91 скажем можно рассматривать снижение риски закладывать небольшие процентов один-два потому что это контртренд сигнал есть но он какой-то достаточно слабенький дивергенция есть неплохая моделька вторая там ложные пробои можно рассмотреть по другим инструментам аналогично конечно евро не такой если сравнивать евро доллар и индекс доллара по евро доллару тоже видим конкретно это в районе там один семнадцать пятьдесят пятьдесят с копейками кто-то сильно удерживал данную цену на прошлом деле то есть практически мы убились там один два три четыре пять шесть сегодня седьмой день хотя здесь просто идет какой-то лимитный игрок удерживает цену но пока здесь разворотов по данному инструменту не вижу возможно просто сегодня какая-то коррекция дальше мы уйдем вниз буду по факту смотреть как закроется сегодняшняя дневка возможно мы просто идем выносить какие-то короткие стоп-лоссы зажимаем вниз и уже там дальше будем пробивать уровень там один семнадцатый и в принципе это тоже ожидаешь уже это будет до фрс или после фрс дальше какую-то возможно более глубокую коррекцию почему потому что тоже уже последние две недели говорю здесь у нас присутствует такой такой диагональный треугольник по евро доллару данного диагональника должны выставить наверх только у нас есть еще запасы в принципе вниз как-то вот так ну и принципе все потому что инструменты все одинаковые там я еще неплохо рассматривал мне нравился доллар франк на снижение по сравнению с евро долларом то есть на ослабление доллара и индекс доллара еще более-менее франк более красиво смотрелся на снижение доллара мы его шартили на прошлой неделе текущая цена конечно плохая для шарта возможно она уже закончилась мы заширкили данный инструмент с надеждой что мы увидим это в район там девяносто один с копейками возможно ниже возможно здесь если присмотреться к доллару франка он идет в разрезе хотя он идет синхронно с евро долларом с индексом доллара но он показывает чуть-чуть другую картину видно как у нас в текущем месяце ослабевает доллар по отношению к данному инструменту возможно это было связано там за хеджирование каких-то рисков когда там смп падал моменте и иену покупали и франк покупали как валюты здесь видно один импульс был второй импульс третий импульс и не исключаю что здесь если это возможно коррекция возможно здесь делают разворот по данным инструментом насколько он сильный будет все время пока я занял такую позицию в основном это на снижение индекса доллара это контртренд конечно принципе кто уже там ранее покупал на среднесрочное движение индекс доллара неплохо так два месяца вверх прокатились сейчас возможно взять какую-то коррекцию вниз рискнуть той прибыли кто заработал на росте на снижение индекса доллара это вот так виталий спасибо тебе за твои комментарии ну что ждем фрс фрс расставит все по своим местам фрс разумеется станет причиной следующей тенденции ценовой по индексу доллара а уже него будет зависеть все остальное потому что как поведется бэкбакс при всем уважении к фундаментальному фону других регионов именно его поведение будет определяющей силой рассмотрим следим следующий эфир в среду как раз перед самым заседанием фрс надеюсь будет что-то интересное среде что-нибудь найдем с тобой будут какие-то интересные уровни и либо новости которые позволят конкретнее порассуждать о перспективах от доллара виталий хорошей недели и до свидания пока ну пока удачи